Полностью, полностью. Москва, розочная мере не движется, но мы знаем, что люди не походят, они скоро к нам приедут, поэтому мы сейчас на зареже чуть-чуть покажемся, а потом официально начнем. Как ты думаешь, когда вообще вся эта история с эволюцией началась в нашей культуре, такой всплеск, это, конечно, эффект Дарвина, когда он всех очень возбудил, как так, обезьяны, вы что, с ума сошли? Дарвина, молодец, безусловно. Я думаю, что, конечно, мы эволюцией это начали называть, как ты делаешь, а именно так. Другое дело, что мы всегда занимались воспитанием своих детей, и мы всегда были вынуждены, нас жизнь ставила в роль эволюционеров. Нас жизнь побуждала к тому, чтобы вот родился малыш, и я его люблю, ну как-то вот я его люблю, вот я к нему привязан. Поэтому я хочу, чтобы из него получилось что-то лучшее, чем я. И это и есть эволюция, то есть я должен был содействовать эволюцией хотя бы от одного вот этого маленького любимого мною существа. А передача знаний мастерства? Передача знаний, когда есть что-то важнее, чем я сам. То есть не моя алчность по отношению к миру, но что-то важнее, чем я сам. Я должен передать это. Может быть я живу-то как раз для того, чтобы передать то, что было до меня. И это тоже про эволюцию. Но это про эволюцию человечности. Я вот знаю, что я сегодня подумал, что вот тема эволюции, она конечно неотделима вот от той монополии на истину, которая на протяжении ей, наверное, нескольких, ну больше тысячи, по крайней мере, в Европе имела христианство. Потому что если посмотреть вот возникновение европейской науки, которая по своей сути не что-то как против поставления вот той вековой сложившейся картине мира, где только абсолютный субъект, который по умолчанию это создатель этого мира, Господь Бог, да, обладает и взглядом, и вективно истиной, и правом, а все, что он передал людям, изложено в откровениях. В пророков Ветхий Завет и, соответственно, в свидетельстве учеников Иисуса. Моя воля, но твоя. Да. Нет, вот это есть истина. Это верховная истина. Мы же помним, что все средневековье это борьба с теми, кто оспаривал эту истину, истину из святой книги. Ну смотри, вот Джордана Бруно и Николай Коперник. Возьмем вот этих астрономов, которые выскочили каким-то образом из той картины мира, где путь всего, это Земля в центре находится, вокруг нее все вращается. Да? И они сказали нет. Другая картина. С точки зрения объективной науки, вот объективной науки, эволюции же не только человечности, эволюции космоса, наших представлений о нем, эволюции того, что стало после рождения Вселенной как таковой. У нас вчера беда-то случилась у людей, у человеческого всего. У нас Стивен Хоккен живет. Человек, который в уме просчитывал квантовое уравнение. И это совершенно потрясающе, насколько разум может торжествовать над телом. Да, это правильно. В этой валидной коляске величайший разум человечества. Я вернусь обязательно к этой теме, потому что у меня есть еще некоторые... Это вот наш, которого мы сошли. Которого мы не стали отлицать. Это тот человек, которого нам хватило ума и хватило смелости прислушиваться к этому копееку. Вот та тема, о которой я немножко не досказал. Мы хотим как бы само появление киноэволюции в дарвиновское время. И вот та напряженность, которая вокруг этого возникла. С разоблачением Дарвина, с разных точек зрения, включая коллег ученых. Да, и вот первое событие на самом деле это рождение науки вообще. То есть как некой, отстраненной и независящей от религиозного взгляда, которое по умолчанию принадлежит создателю Вселенной, высшему существу. И по сути дела, Коперник что сказал? Что я могу, я человек, но я могу зайти вот в эту божественную абсолютную точку зрения. Потому что законы природы, которые открывают объективный метод, это то, как велик мир Бог, абсолютный субъект. Потому что только для него весь мир является объектом. Для всех других эта ситуация не работает. Поэтому, по сути дела, мне кажется, скандалы, возмущения церковников, и строжайшие меры были связаны с тем, что кто-то неявно подкапывал, и опровергал уже, то есть тогда вот чувствуешь, что это большой скандал, что помимо тех абсолютных точек зрения, которые связаны с мировыми религиозными проектами, начинает рождаться, входить с разных сторон еще одна точка зрения, которая говорит, люди тоже могут что-то здесь сказать, не только святые книги. И вот мне кажется, что вот эта эволюция культуры так началась. То есть развитие, стремительные изменения. Когда человек выглядывает за мироздание, за небосвод. Вот эта старинная же гравюра, когда я осмелился заглянуть туда, где я ничего не знаю. Я хочу посмотреть на звезды. Я хочу посмотреть, насколько там твердо вот это все, то, что у меня над головой. И это как символ, и это человек. Это не Бог оттуда глядит на нас, а это человек выглядывает, чтобы посмотреть, где же там есть вот этот Бог, который мы хотели бы здесь искать. Ну да, вот скандал, связанный с объективным наукой, с человеком, который вот выглядывает, он связан, наверное, с тем, что вот те законы природы, которые мы стали, мы люди стали открывать, не Боги нам дали, а мы люди стали открывать. Это, по сути дела, антропо-социотрансформаторы, переводящие человека в позицию абсолютного субъекта, то есть в космическое измерение. То есть с помощью законов природы мы выскакивали из своей ограниченности субъективности. И хотя бы на время, мы могли смотреть, отстраненно, объективно занимают эту точку зрения. И сейчас это один из моих стримов. Согласен? Согласен. И вот сама идея, благодаря которой, наверное, и наша встреча, возможно, потому что я ощущаю, что и мы с тобой, это слово уже произнес эволюционеры. То есть мы как эволюционеры, то есть как люди, которые каким-то образом связаны с этой, с эволюцией, каким-то образом связаны, наверное, это сегодня раскроем. Мы живем в удивительное время, которое, ну вот от характеристики которого является, наверное, то, что сейчас вот таким трендом или духом времени является не просто эволюция, потому что, ну, эволюция как развитие в этом смысле. Она происходила всегда. Всегда все течет, все изменяется, куда-то что-то развивается. Но именно вот в наше время, то есть в 20 веке возник другое. Мы осознали себя, как олицетворившую эволюцию. Совершенно верно. То есть возникла эволюция эволюции. Вот это вот. Нам удалось заметить, как это происходит. Отчасти из-за того, что время сгустилось, отчасти из-за того, что мы много теперь видим и многое знаем. Нам удалось заметить эти основные базовые какие-то формы. Из-за много разных моделей, которые по-разному все описывают. Но разные исследователи на разной воды говорят одно и то же. Мы видим, как происходит эволюция человечества. Посмотрите, у меня есть вот такой взгляд. Посмотрите, у меня есть такой взгляд. Есть исследователи по типу Вилкера, которые пытаются это все сгенерировать, интегрировать, объединить. Есть исследователи по типу тебя, которые выходят за эти все модели и делают что-то новое совершенно, как жизнь, как эволюционная практика. Тема нашей сегодняшней встречи. И позволю мне тебя представить, потому что мы так начали. Мы начали, но мы еще не сказали, что мы хорошо. Хорошо, давай мы начнем официально. Здравствуйте, друзья. Приветствую всех. Мы с вами находимся на первой встрече из серии встреч, который мы назвали разговорами об эволюции. Эбокс нам хочется это называть. Эбокс. И меня зовут Анатолий Боляев. Я всерьез, когда меня угораздило осознать себя о мегастроливании эволюции, при помощи тех книг, которые я печатал в свое время в родинах, при помощи его работы, при помощи многих учителей, с которыми меня посчастливилось, имеете в виду дело, мне хочется содействовать тому, чтобы эволюция осознавала себя в вас, во мне, чтобы мы могли делиться друг с другом тем, каким образом можно элегантно, красиво, действенно, результативно содействовать эволюции себя, эволюции наших детей, эволюции наших организаций, эволюции наших семей, эволюции государства, эволюции науки, эволюции жизни на Земле. Какие прям пособники эволюции. Какие, да, сообщества. Есть эволюция, как чем-то... Какое дело шьет нам всем человек. Чем старше я остановлюсь, тем чаще мне стали говорить, что я похож на этого самого нашего товарища, и я решил это даже... Обыграть. Обыграть. Да, есть эволюция начала, нет эволюции конца. Поэтому мы с вами сегодня об эволюционерах и об эволюции, и, как это сказать, мы будем сделать серию этих встреч. Мы будем говорить с разными людьми, говорящими на разных языках, о том, как разворачивается красота. Эволюция на языке танца. Свиста. Эволюция на языке искусства. Эволюция искусства плеваний, например. Да, ну вот как это можно так это... Чем-то дальше, точнее. Эволюция для того, чтобы мы могли разворачивать какой-то, ну, наверное, не хочется думать, по меньшей мере, исконно присущий людям импульс, творческий импульс, делать что-то такое, чего не делал еще никто здесь. Поэтому, мне кажется, осознанное содействие эволюции это может быть одним из тех смыслов, которым я хочу дать жизнь. Ты помнишь этимологию слова «эволюция»? Нет. Нет. Нет? А может, сейчас мы пофантазируем на эту тему? Революция, эволюция, это отличие, сходство. Мы можем попросить наших зрителей нас просветить на эту тему. Я могу такую вольную славянскую дать интерпретацию, ну, такую индоевропейскую. Э, эмофото, например, это восторг божественный, благо выражается, да, там вот в санскритском буддизме. Эвол? Да, э, эвол. Дальше, эвол – это что-то связанное с волью, наверное, да? Да, и вот это вот движение люция какая-нибудь, такая светоносная, да, да? То есть, может быть, такая вольная интерпретация… Мы просто, если слышим, поменьше ли, наша культура, наши культурные пласты, они могут преломлять все под какие-то значения. Вот на смысловом уровне, конечно, вот очень хорошо посмотреть вот эту ортогональность, не противоположность, я говорю, ортогональность революции и эволюции. Это тоже очень хорошее. Много лет назад я проводил 17-й Всемирный трансперсональный конгресс в Москве. Трансперсонологи мира съезжались, и тема, которая тогда для меня была как-то вот такой вот трансперсональная… революция сознания, трансперсональное открытие, которые изменяют жизнь. То есть, вот тогда вот мне воспринималось трансперсонально, интегрально, процессуально все это вот духовно ориентированно как там величайшее революционное открытие. И это был вот такой какой-то тренд. Потом, когда произошли некоторые события, связанные прежде всего с внутренним ростом, с фильмом, который был снят, у меня акценты серьезным образом сменились, и они перешли в сторону эволюции. От эволюции, которая, ну, в массовой культуре прежде всего связана с решением проблем за счет внешнего мира, за счет изменения внешнего мира. По сути дела, каких-то внутренних проблем там, да? К эволюции, когда эти проблемы решаются прямо, непосредственно, не затрагивая никого, не вмешиваясь ни в чью, бы то ни было жизнью. И в основном через познание и развитие. И вот, ну, некоторый итог, который стал звучать, он связан, наверное, с темой направления эволюционного человека, человечества, потому что, ну, вот, я думаю, что тема эволюции не имела бы столь большого значения для всех нас, если бы она не была столь сокровенной для каждого из нас, столь первоочередной для каждого из нас. И вот тем, откуда берет истоки и смысл все, чем мы живем. Кто мы, откуда мы пришли и куда мы идем. Вот эти извечные вопросы, которые так или иначе в каком угодно человеке все равно возникают. И я должен хотя бы как-то за свою жизнь чуть-чуть приблизиться уникальным образом к ответу на эти три вопроса. Ну, это да, вот вопросы о смысле и смыслоброжающие. Но ведь есть еще вопросы бессмысленные, вопросы ни о чем, вопросы, которые бытовые, вопросы, которые задают наши любимые «почему дети?» Да, тысячи вопросов в день лебят во все стороны. А это что такое? А это что такое? И все очень интересно. И вот наш коллега, эволюционер из Германии, Мартин Хайдбергер, известный философ, он, мне кажется, задал плечевой вопрос. Он тоже вопрошал меня. Он сказал, а в чем такой вопрос? В чем смысл вопросов? Или в чем смысл задавания вопросов? То есть вопрошал меня. Зачем мы спрашиваем? Как вы думаете? Что мы вообще с помощью вопросов хотим друг от друга и от мира? О чем все это? Вопросы. Это источник моих вопросов. Да. И о чем? Что я ищу? И Мартин Хайдбергер сказал, ну конечно же мы ищем ответы. Но любые ли ответы нас устраивают? Ты спросил меня, сколько времени, я сказал, 10 градусов мороза. В Сыктывкаре. Это, наверное, что-то не то, неадекватное, не соответствует вопросу. То есть мы все-таки через вопросы ищем контакт с реальностью. Да. И вопросы, они указывают прежде всего на наш поиск реальности. И совокупность всех вопросов. Хома, вопрошающий, да, человек спрашивающий обо всем, ищущий, он говорит о том, что все мы в своей сути ищем реальность. И мне кажется, это вот самая точная постановка вопроса об эволюции. То есть, несмотря на то, что каждый из находящихся здесь, слушающих наш онлайн, конечно же, имеет свою миссию, призвание, цели в жизни и личный смысл жизни. У нас есть что-то общее у всех, потому что мы все развиваемся к тому, чтобы стать более реальным. Нас не интересует развитие в сторону все больше и больше иллюзий. Мы все-таки хотим, и мне кажется, вот это говорит нам... Вызывать карту? Да. Которые соответствуют тому пути, по которому мы совершили. Чтобы наши карты были точными. Чтобы мы не спотыкались. Чтобы мы могли эти карты потом передать тем людям, которых мы любим, чтобы они тоже не спотыкались. Мы хотим, чтобы реальность была адекватно представлена. Словно бы реальность в нашем лице изучает саму себя. Становясь каждый раз, с каждым столетиям, а теперь и с каждым годом буквально, поскольку время, становясь все более адекватной и примиряясь к тому, чтобы, смотрясь как в зеркало наше сознание, разглядывая себя под новую, под новую двору. Вот только два слова, которые ты произнес, эволюция и реальность. Вот мне кажется, они вместе и задают большую картинку, потому что наше общее развитие это развитие всех нас, всей культуры, всей цивилизации, всех живых существ, потому что мы все более и более реальны. И вот с этой точки зрения вся наша жизнь, если это развитие большей реальности, на сущностном уровне, потому что мы будем более реальны, это может быть понято как эволюционная практика. А все наши знания, которые мы имеем, и которые добываются и ученые, и Стивеном Хокингом, и духовными мастерами, и приходят через людей искусство. То есть Модельяй нарисовал этих первые среди живописцев, девушек, там, вот как несколько сотен нарисовалось, с клоненной головкой и с такими глазками, такого кирпичного оттенчика, да? И теперь мы смотрим на улицу, видим девушку, она похожа на девушку Модельяй или Телус Ротрек, или Репин кого-то нарисовал, или Федор Михайлович Достоевский явил свои романы, и мы смотрим, а, похож на папашу Парамазово, а этот на Лешу похож там, да? То есть художник создал тоже тип, который является причиной того, причиной того, что мы эти вещи видим в мире. То есть наука создает тоже образцы, и мы до законов Нейтона, например, яблоки, как мы помним, по книгам летали вверх, и вниз, в разные стороны, а после открытия законов природы почему-то все яблоки стали падать на землю, все яблоки. Масса, да? То есть это стало причиной того, что мы стали видеть мир с этой точки зрения, преимущественно, конечно, кто-то еще во сих пор видит по-разному. Поэтому и искусство, и наука, и духовные практики, как мне кажется, здесь, по сути дела, заняты одной и той же большой задачей к жизни, как реализованной практики. То есть мы можем их рассмотреть с этой точки зрения. Сам я не себя, может быть, так перемешал. Обещаю тебе задать хитрый вопрос. Я вот как-то вот ехал сегодня в поезде, думаю, я встречу с Владимиром Марковым, человеком, который организовал, создал, спорил вокруг себя множество разношерстных, совершенно очень разных людей, верящих, разные вещи, которые называются трансфанциональным сообществом, русскоязычным. И я не знаю другого человека, сейчас я не то, что я... Ну, поди меня правильно. Я не знаю другого человека, который бы копал так глубоко в темы сознания. Ну, русскоговорящий. Грустоговорящий. Алёна. И в этом смысле мне хочется тебе задать вопрос. Люди, которые... Мягкостей, да? Вот, слушай, мне нужно это... А не факт, я пытался этот вопрос аккумулировать и всякий раз бросал... Нет, я тоже тогда такой использую метод задания другим людям вопрос, и бросал ему ответ. Вот, я сам... И знаешь, это как раз вот то, о чем ты говоришь. Я хочу приблизиться к реальности. Вот я прямо сейчас хочу и буду самировать своей помощью. Я хочу приблизиться к реальности. У меня есть вопрос. И вопрос этот связан с тем, что когда люди в той или иной форме получают значимый духовный дух, довольно часто он интерпретируется как восхитительное понимание того, что в мире все уже очень хорошо. Что в мире все ровно так, как надо. Что буквально происходит любовь, реализующая себя через наши там боль, страдания, через радость и счастье, через восторг и через разочарование. но это все любовь, реализующаяся вот так. Таким образом. Таким образом. Через обрезание голов, там, поголовье скота, которую мы поедаем, там. И это очень трудно понимать акциональному ну, но вот это вопрос о Холокосте и все вот эти разные истории. Но тем не менее, если мы молюем Бога по своему образу и подобию, нам хочется, чтобы Боженька был хороший, и ай-яй-яй, чтобы он не был плохой, потому что плохого он по-другому назовет. И молюя Бога по своему образу и подобию, мы хотим вот то, что мы считаем вот в этой культуре хорошим, вот его и наградить. И в этой связи возникает вопрос. Если эволюция и так происходит, если все уже хорошо, и ты это чувствовал, и я это чувствую, может быть, мы, вмешиваясь осознанно и пытаясь сгородить эти свои модели и кромсать реальность на какие-то спиральные динамики, я не знаю, квадранты, разделять дух на 4, какие-то 6 или еще сколько-то форм, может быть, мы вот в эту реальность, вмешиваясь, вреда приносим больше, чем пользу, может быть, нам имело бы смысл всю жизнь, ну, как бы, просто, ну, чем проще, тем лучше, я не знаю, там, рисовать, строгать, выпиливать, я не знаю, программирую, и не лезть в эти вопросы, не портим ли мы себе карму, если мы пытаемся брать на себя так и мы. этот вопрос очень коварный, потому что ты расставил столько ловушек в этой жизни. Знаешь, вот чего мне хочется в связи, я на самом деле сам, ну, то есть, мне трудно начать даже думать в эту сторону, и в этом контексте я честно признаю, я не знаю, когда люди мне задают вопрос, ну, в контексте, там любого консультирования, люди задают мне вопрос, и я иногда всерьез думаю, Боже, кто я такой, чтобы человеку, имеющим такую трудную обстоятельство, что я могу иметь сказать? И первое, что я говорю, я говорю, я не знаю. Но потом внезапно откуда-то приходит, знаешь, как в том же христианстве, которое мы стали упоминать, если двое во имя мое, то и я среди них. Если Иисус это истина, если Иисус им называем истина, то, может быть, мы во имя эволюции и эволюции может возникнуть промеж нас и развернуться так, чтобы мы могли, потому что мы не можем на самом деле ей не помогать. Осознав элегантность и красоту эволюционных процессов, мы даже если мы понимаем, что мы как там слов в посудной лавке иногда, мы не можем ей не помогать. Это второй твой ответ. То есть, первый, не внешне, но в отруе, на пенсии весны, поем, и не мешай. Ну, это ведь понимание наверное антологии жизни. Что жизнь для тебя? Для меня жизнь как раз это и есть познание и развитие. Для меня это и есть жизнь. Поэтому вопрос о том, чтобы не развиваться и не познавать, это значит не жить эту жизнь. То есть, у меня этого жизни не существует. Поэтому у меня, лично для меня, вот этой сложной двойственности и вот того выбора, который нету, потому что он уже сделан. жизнь уже является лабораторией эволюции. И поэтому вот острием моих занятий стоит в исследовании того, а как мы можем это сделать еще более насыщенным процессом. Исследуя тонкости, смотря то, что открыли все великие мастера всех эволюционных традиций, потому что есть эволюционные духовные традиции, традиции, связанные с искусством, традиции, связанные с наукой, традиции, связанные с такими объективными системными вещами, традиции мастеров серии стратегии. Есть традиции, не так древние, не тысячелетние, 100-летние традиции, фрейдизм. Есть психоанализ, есть значимая, большая, интересная тема, я знаю, что ты ее глубоко изучал. А когда у нас с женой родился сын, я вот сейчас перехожу в какую-то конкретную плоскость, чтобы показать, оба сорта вопросов, я пытаюсь подпечатать. Мы были с женой фрейдистами. Мы в этот момент читали Фрома, мы читали Фрейдер, и нам всерьез казалось, что вот то замечательное существо, которое нам пришло с ней, и долго ждали его, что это такой чистый лист бумаги, и буквально каждым своим действием, каждым своим словом, каждым своим поступком мы вбиваем на десятилетия вперед необратимое вот у Фрейдера, до 5 лет все, что произошло, определяет жизнь твою на потом. Однако наш сын очень быстро показал нам, что он свой собственный пришел. У него там на этих бумажках уже кое-что написано, и он сам пишет свою жизнь больше, чем мы ее пишем. То есть он отучил вас от Фрейдера? Он отучил вас от Фрейдера. Очень быстро. Он реально просто сделал нас антифрейдисты. Ну не антифрейдисты, мы понимаем ценности, значимости этих тем, но мы реально понимаем, что он пришел сюда уже с чем-то. Но когда мы имели модель, когда мы имели правильную эволюционную какую-то концепцию, мы по сути не помогали ему быть, расти своим словом. Мы пытались его, ну как бы, так сказать, лепить вместо того, чтобы наслаждаться вместе с ним, любить его и позволять ему расти, мы какое-то время его любили. Я думаю, что такие ошибки делают многие родители. Конечно. В Америке, например, там, наверное, ну, несколько десятков миллионов бедных детишек прошло через шкуру доктора Скок. Ребенок кричит, не подходите. Откричится там все там жесткий такой. А у нас там, естественно, макаринка с педагогической поэмой, которая возникла, потому что, после революции, первый декрет советской власти был декрет о земле, второй декрет о мире, а третий декрет о семье. И поскольку в первой интернационалах с легкой лиги Карла Маркса и Энгельса семья считалась главным связующим фактором буржуазного общества, ее нужно было всячески расшатывать, и отношение мужчины и женщины делать все более и более свободным от семьи, некоторые дети от Маркса были, они же последующие были от Энгельса, некоторые дети Маркса, Энгельс от Маркса. И вот эта тенденция была и в третьем, и в четвертом интернационале вот общего такого вот сводного, свободного отношения. и это было причиной популярности коммунизма, и естественно, ну, как только большевики пришли к власти, они это делали узаконие, и поэтому старые законы о браке семьи были объявлены недействительными, и для того, чтобы жениться, нужно было просто сказать там, давай будем мужем и женой, и вот начались эти общежития Бернарда Шварц, Шварц, и вот колоссальное количество беспризорников было связано только с войной, но еще с этой новой свободой отношений, очень много было брошено детей, и вот в этих условиях там, да, вот у нас, конечно, эта гетологическая поэма, там, и сколько других, ну, я не говорю, там, идеологических умственных концепций, не только там наш родной марксизм и низм, и... Как мы знали, что мы были Эта концепция содействует эволюции, а вот это нет, потому что и это вроде элегантно, красиво, такая, Маркс же, вот, вот, такая борода, он все придумал, классно, все у него, это, учение марксизма истины, потому что оно верное. Помнишь, да? И вот эту историю, которую мы разворачиваем, мы потом понимаем, что была Марий Кофе. Не оглянемся ли мы потом назад на наши все эти группы, рассказали на них, и скажем, боже мой, может, бредом мы занимаемся. Может быть, это не исключено, и поэтому, вот, я думаю, что, вот, каким-то антидотом, реальным антидотом, который, вот, если посмотреть вот не только европейскую культуру, но и мировую культуру, это идея серединности, равновесности, или серединного пути, она центральна. Да. И если мы возьмем, например, эту историю, как она развивалась в Европе, в Китае, и в буддизме, то есть, первоначально в Индии, то, ну, скажем, в Индии, в II веке нашей эры, это появился потрясающий мастер Нагарушин. В II веке нашей эры, да, он настоятельный монастырь Наланда, 10 тысяч монахов, учился додеменно, и именно он, его называют Второй Буддой, потому что он повернул еще раз, как говорят, по лесу ущелья, он основатель Матхьянхи, серединного пути, и с него начинается Махаяна, большая колесница, то есть, это совершенно новый поворот, новые перспективы буддизма. И Нагарушин открыл, что он формально, это те проблемы, Нагарушиновские, а на сущностном уровне, что никакая позиция не выражает истины. И поэтому для человека главной целью, для человека главной целью, которого являются не людские блага, не бабло, не карьера, не известность, а духовное развитие, самой правильной стратегией будет избегание крайностей, идти серединным путем, не очаровываться никакими экстримами, ни фрейдизмом, ни шаманизмом, ни трансперсонологией, ни вулберологией, это все относительно, даже если это сейчас кажется абсолютным, не стоит занимать эту крайнюю позицию, а искать середину. Мне кажется, это аналогичная вещь мы находим в Китае, потому что, по сути дела, вот эта диаграмма иньян дал черные и белые крайности, черные и белые, но в черном есть и черные и белые, в белом и белые и черные, точечки, и есть что-то за пределами, ни черные, ни белые, то есть это и есть Тролема на Гаршина. Черные, белые и черные и белые, не черные и белые, а истинные в середине, избегание всех этих крайностей. То есть это простейшее математическое выражение ситуации серединного пути Тролема. И аналогичные вещи были найдены в Европе. Если мы посмотрим историю в критике чистого разума, Канта, четыре антиномии чистого разума, Бог имеет начало во времени, Бог не имеет начало во времени, Вселенная конечна, Вселенная бесконечна, любые эти истины можно одинаковым образом доказать, убедительно одинаковым образом опровергнуть. Вывод, которому пришел Канта, разум, он не играется. И есть что-то больше разума. Отсюда его знаменитое доказательство, пятое доказательство. Небо надо мною и есть доказательство бытия Божьего. И превосходящее этого шестое доказательство, которое в Мастере Маргариты мы находим. Там, я помню, даже так называют, шестое, явление Воланда в Москве. То есть, если есть сатана, то, конечно же, Бог есть. Какие там истории, что Гоносторы детально рассказываются. Может быть, тогда Нуанхомский вот с этой своей замечательной фразы «как ты мне есть территория» точно так же о неком серединном пути. Я не могу никакую карту, которую я рисую для того, чтобы передать своим любимым, чтобы они не спотыкались и самому идти не спотыкают, я никогда не буду объявлять ее абсолютной, правильной, истинной, единственной реальностью, так как только, которая может быть. Я никогда не буду обожествлять карту, я никогда не буду придавать ей окончательность. Я всегда буду знать, что любая карта, любая моя модель, это всего лишь модель. И мое знание об этом делает меня ну как бы гибче, что ли, и в каком-то смысле неуязвимым к тому, чтобы, ну, это ужасный кошмар, который на меня однажды нарисовали, который не выходит из моей головы. Кто-то писал, что в американском форуме, когда Трамп победил, люди всерьез обсуждали запретить людям с определенным форматом мышления, вот условно говоря, короче, до оранжевого мы не пускаем голосовать. То есть, вот те, кто эволюционировал, свет общества, вот мы им разрешаем выбирать президента, а вот этим всем красным и синим просто не разрешаем. Это такая новая Евгеника. То есть, мы теперь содействуем эволюции тем, что мы просто блокируем мало, плохим эволюционирующим людям доступ к лагам цивилизации. Всерьез обсуждался этот вопрос. Не страшно, в каком-то смысле. И там человек, который, мы обсуждаем в интернете вот эту ситуацию, говорит, худшее, что может произойти с работой Кена Уилбера, это если на каких-то концлагерях будущего будут цитаты из Кена Уилбера на воротах, точно так же, как Трунта полгораживает вот эта история, а мы увидим где сжигается эволюционно плохой материал в печах. И этот ужас до сих пор меня так вот удако держит за голову, потому что, мне кажется, если мы всерьез будем, ну как бы это сказать, не критичны к тем моделям эволюции, в том числе, как бы элегантным и красивым они нам не казались, если мы будем насаждать их вот с этой страстью и яростью, мы в итоге можем прийти к очень плачевым результатам. Как опять же от этого уберечься? Где этот середина путь? Как здесь? Середина путь здесь стоит, наверное, в том, чтобы, во-первых, понимать, что там есть карта, там есть игра в карты, территории, и, соответственно, есть люди, которые в этом гораздо больше эксперта, шумера, которые там покажут все, что нужно, в нужный момент и переиллюстрируют карту с территории, перемешают, и вот она вам совершенная версия того, что мы называем реальностью. Поэтому мне кажется, что нужно начать вот эти эволюционные размышления с самого начала. Чем мы с тобой и пытаемся... А самое начало это не карта с территории, потому что это уже некоторые знания, которые связаны с вот этими схемами, которые производит ум. А самое начало все-таки это то, о чем все духовные практики, все великие философы, с чего они пытались, собственно говоря, и начать. Ну, если вот ввести эту тему, ну, можно взять пример Декарта, который был офицером его величества, французского короля, а, собственно говоря, то, что все, что называется философия Декарта, это в свободное время, и главное наследие Декарта это не его труды философские, там, любые критики, основания, начало, там, а пистолиарный жанр, то есть письма друзьям. Вот там весь Декарт максимально и выразился. Так вот, Декарт искал на чем можно основать познание истины. И поскольку он был человек, во-первых, глубокий, а во-вторых, честный, он пришел в величайшую растерянность, потому что все, что до него считалось безусловными критериями истины, Декарт внимательно исследовал отбросил. То есть, ну, например, традиция не может быть достоверным, все меняется, авторитеты прошлого и даже священные книги, науки еще не будут, говорил с Месси и Декарт и Манитона, но даже священные книги не могут быть достоверным источником истины. Мое восприятие, то, что я вижу, не может быть достоверным источником. И в конце концов он сильно загрустил, потому что не нашел ничего. И вот случай помог ему, после бутылочки Бургунского у себя там в загородном домике, он упал с лестницы. И в момент падения он все понял. Он понял, яблоку Булагнитона на башку алхимику. Это как-то помогает, приможает головой. А Декарт понял, что вот в этот момент между лестницей и, ну, к счастью, мягким полом, настеленным соломой, он понял, что я, Декарт, могу сомневаться в чем угодно. Он сомневался во всем, что было до него несомненно, он все проверил. Но факт моего сомнения не сомнений. Он нашел несомненную вещь вот этого, вот это невыразимое сомнение, оно несомненно для него. И он понял, что вот в этом вот я есть с ним. И есть эта несомненность. Потому что ничего другого для нас, человеческих существ, несомненного, вот в факте бытия не то, на чем мы могли бы основать свое движение к реальности. И Декарт потом, конечно, ну поскольку приходилось идти на компромисс, он это выразил в словах не я есть, это, представляю, там же письмик у него есть выражение, а коги-то-эр-гасу, мыслью следовательно существу, и это вот известная аксиома, то есть свел к мышлению, и это породило много последующих забуданных дорожек и ограничений. Но вот то, с чего предлагал начать Декарт, по сути дела все духовные практики с этого начинаются, с персонального изверения, я есть. Почему? Да потому что ты через себя, я через себя, и все наши слушатели и присутствующие здесь люди воспринимают это все, через себя, смотрят это через свои глаза, очки, и своими ушами слушают это все. Как говорил когда-то один из отцов греческой философии, вообще европейской философии, протобор человек из мира всех вещей. То есть мы через себя все видим и собой все измеряем. И все в мире используем в каком-то смысле как вешалку для проекции. На всех все себя навешиваем, свои эмоциональные кусочки, свой опыт, все воспринимаем. а как иначе мы можем себя и других людей воспринимать. Только через переживания, только включи структуру, рирующих перцептуальных костылей, глубин структур, которые формируются разным образом с детства, перинатальный период, имеют генетические корни. и если посмотреть историю культуры, то там шаманизм очень многое дал нам и шаманский ранний опыт в плане построения современной глубинной структуры, орнаменталистики так называемой современной. И поэтому мы начинаем с себя. И вот мне кажется, что наше главное, первое эволюционное пространство начали себя. Есть я сам. Я. И эволюционеры наверное должны по-новому взглянуть на то, как мы можем работать с собой. Ведь сейчас вот в том же центре, где мы находимся открытый мир, каждую неделю случается ну не один семинар на тему личностного роста, на тему развития, туда-сюда и так далее. Как стать это, как получить это, как развить свой бизнес. Все они говорят об этом. Но мне кажется, что вот такого пристального, прямого, не зашоренного взгляда в отношении того, что главное в развитии себя, там не присутствует. Глубокого, искреннего, очень личностного и совершенно такого основополагающего я, чтобы нащупать некий предельный субъект, собственно, который мы не называем по-настоящему собой, а не те ценности, в которые мы верим. Ну вот, я иногда пытаю людей, на своих я спрашиваю, кто ты? Ну вот, кто ты? Ты знаешь, что ты должен. Люди сначала говорят... Тучка Толи, да? Люди сначала существительные. Они говорят. Я мужчина, я женщина. Они говорят. Я папа, я мама, я сын, я брат, я отец. Потом они говорят, когда у них кончается существительное, они начинают говорить прилагательное. Я добрый человек, например. Я ленивый человек. Или я творческий человек. Когда у них кончается существительное, они начинают говорить. Я тот, кто думает так и так и так. Я тот, кто считает вот это правильно, а это неправильно. Я тот, кто считает это полезно, а это вредно. Но когда у них кончаются формулировки ответ на вопрос кто я все равно остается живопрепещущим он все равно я где-то все равно есть даже за всеми этими формулировками кто я это в чем моя реальность и что я себе представляю поиск реальности это я настоящий это есть поиск реальности это и есть эволюция это тоже самое движение в глубину которое необходимо проделать каждому уважающуюся для себя эволюционер и тут можно увидеть такого дядюшку дзен способом потому что вопрос кто я я к тебе вижу этого дядя что я это куа если я тебя спрашиваю кто ты и ты даешь мне правильный ответ я это пространство в котором все возникает знаешь один из правильных ответов бац потому что это не ответ всякий раз когда ты даешь правильный ответ ты не можешь быть этим ответом и дядюшка дзен он все время ищет искренности чем он обладает навыком каким он обладает он может отличить умственную ложь попытку красиво сказать от некой предельной искренности с которой я могу сказать вообще любой бред но это будет предельно искренне и это будет и это будет настоящий танец который меня по-настоящему являюсь самиславский наверно тоже был каким-то таким воплощением такого дядюшки дзен только для актеров не верю не верю не верю и в этой связи эта дорога я вот в этом сомневающиеся я в том что я могу быть я могу сомневаться в чем угодно и именно я остаюсь настоящим эволюционерным человеком до тех пор пока я сомневаюсь до тех пор пока я думаю а не выбросит ли мне нафиг спиральную динамику а не выбросит ли мне нафиг билбера безжечь ли его на костре а не выбросит ли мне еще что-нибудь потому что может быть это когда-то превратится в бог знает что-то неполезное до тех пор я остаюсь человеком способным ну отделить зелень от пленного именно в процессе отделения и в этой связи есть же много ловушек опять же и в том же христианство это называется тупиковым направлением которым мне всерьез кажется что мир создан для меня что я здесь самый главный что я здесь эволюционирую что я здесь и и как только я начинаю разбухать своим эго до границы сирены что происходит дядюшка дзен всегда насторожен он начинает как-то меня поколачивать я начинаю интерпретировать эти несчастья как это что-то такое что я должен принять а дядюшка дзен продолжает меня поколачивать как не попасться на 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 ловушку излишней значимости самозначимость если невозможно не попасться мы все попадаемся мы все потому что такова природа персонального измерения то есть это неизбежный шаг то есть в этот капкан надо наступить хотим мы или не хотим независимо от того какой культуре мы принадлежим мы проходим через этот этап если мы развиваемся и в какой-то момент у нас будет вот такого рода бред айда пушкин айда сукин сын там вот такого масштаба или там у нас будет какого-нибудь тому залипание там типа вождизма бурушество и я думаю что природа персонального измерения она связана с эгоизмом с ограниченностью персональное измерение бесконечно но ограниченно вот в двух словах я это вылечу то есть это очень хорошо это очень много и даже если мы проделали колоссальную работу а работу очень важную здесь можно проделать и кстати вот я внимательно как и ты изучала спиральную динамику и естественный интегральный подход и даже первые пять книг Клингера издал на русском языке но потому что я зачитывал все этими книгами я пролежал свои остановки я читал и вот у Кена я между прочим не нашел у него есть прекрасные такие эволюционные модели когда вот я с ним в 2014 году там три часа беседы у него в Денвере в Пентхаузе в основном три часа были беседы об эволюции о вилдеровском видении эволюции ну это знаменитая решетка Вилдера-Компса да то есть там такая западная модель и восточная модель эволюции то есть все больше и больше высокие уровни развития спиральной динамики например или по любой другой иерархической шкале и все более более недвойственные состояния по любой восточной традиции да вот вокруг этого мы с ним и вилдеровская модель она тоже модель а вот давайте пойдем по диагонали и то и то потому что и то и то одинаково важно собственно говоря вилдеров многочисленных примеров и своей жизни отстаивает вот такого рода позицию такого рода видения но что интересно у Кена я не нашел каких-то ключевых моментов связанных с развитием то есть он воспроизводит много вещей из современной психологии психологии развития 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 отдельных видов разумности там эмоциональное развитие музыкальное когнитивное математическое вот все что насобирали ученые да разные его коллеги вот его большой интегральной модели но чего-то мне кажется очень важного там нет это есть не у вилдера а в почитаемых им например гудейских традициях в зохченовских традициях и вот это есть это рассыпано может быть в других пластах культуры с которыми ну почему-то которые не вошли в его тексты это обнаружено как голод как это интеллектуальное было открытие вот смотри вот я просто ну вот как ну себя и отношу к категории вот таких вот инвалидов умственного труда или ну как бы безуспешных духовных практиков которые на протяжении десятилетий там занимается буддизмом сутизмом но результаты ничтожны по сравнению с теми ожиданиями которые когда-то толкали меня заняться этими великими традициями ну то есть вот например в 82 году я был в бурятии и мне повезло потому что моим первым буддистым наставником стал его святейшийся Далай Лома и я на протяжении многих лет практиковал буддийские практики без ощутимых результатов да я стал более спокойный стал лучше концентрироваться но до последнего было так же далеко как в начале перед тем как я приступил к этим практикам поэтому особых результатов честно говоря не было и вот когда я стал думать а почему же это так и стал ездить посещать различные семинары в разных традициях изучать эту тему и я постепенно стал приходить к такому наблюдению что почему-то в наше время великие духовные традиции великие духовные практики которые выдавали на гора просветленных мастеров в прежней эпохе по крайней мере судя по текстам сохранившихся заберешь линию буддизма этот просветленный мастер передал у него там 20 просветленных мастеров и так далее а в наше время там я получал посвящение от нескольких просветленных мастеров но среди их учеников вот я внимательно слушал просветленных мастеров то есть были люди хорошие высокого уровня но посвящение не было не только и вот я стал думать а почему это так с чем это связано почему может быть может быть почему-то древние древние открытия великие духовные традиции в наше время уже не работают так хорошо как они работали во времена Будды Махавира, Гуру Нанака, Шри Шанкарачари, Лао Цзы и Джоан Цзы и постепенно до меня стало доходить до меня стало доходить что по сути дела великие древние традиции это не что иное как система навигации для людей того времени для того чтобы помогать им из точки А от точки Мирянина обыденной жизни переходить в другую точку точку которая называется просветление и не останавливаться идти дальше в этом пространстве развиваться а карты и навигационные инструменты хорошо работающие для тех людей во времена Будды и вот в их жизни, в их атмосфере, в их обществе в наше время не работают так хорошо как они работали тогда и когда я стал углубляться в эту ситуацию, во-первых я понял есть замечательные слова Лун Чимпа, тибетский просветленный мастер у него есть такой небольшой трактат о том как нирвана и сансара возникают из основы бытия, из самой основы всего и вся из центра всего и он там пишет что те живые существа которые знают свою собственную природу проявляются как Будды и живут в счастье те живые существа которые не знают свою собственную природу проявляются как обычные люди странствуют, перерождаются, живут в сансаре, страдают и вот тогда я уловил важную разницу что между нами, например, между тобой и Буддой между мной и Гурнанаком единственная разница стоит в том что Будда и Гурнанак знают свою природу и живут в состоянии этой природы в просветлении а мы, большей частью, наверное, не знаем свою истинную природу не реализовали, по крайней мере, это знание, может быть, и знаем интеллектуально и поэтому ведем обычную жизнь вот тогда вот это первое различие у меня сформировалось много лет назад и по сути дела все чем я занимался и трансперсонологией, интеграцией, процессуальщиной вообще всеми такими духовно ориентированными традициями и лично сам будучи духовным адептом ряда включенных традиций и работы в области вот исследования психотерапии основ психотерапии мне тоже удалось здесь кое-что сделать разработка того что называется изначальной психотерапии то есть с древними практиками заботы о душе потому что вопрос, который меня к этому привел тоже был дурацкий, но очевидный а чем была психотерапия до психотерапии то есть вот до когда-то любимого тобой Фрейда и его учителя Бройера и как люди на протяжении предшествующих всех тысяч лет решали свои проблемы искали пути к счастью, заботились о душе, по-моему и тогда вот я постепенно пришел к пониманию древних практик заботы о душе и понял, что если мы применяем их современным образом они работают круче, чем изученные мной первоклассные методы психотерапии включая духовно-ориентированные трансперсональные но самое главное, к чему я понял, что на самом деле все это была подготовка к тому, чтобы ответить вот на ключевой вопрос а почему древние практики не работают и что необходимо нам, людям современного мира для того, чтобы они работали я понял, что во-первых, изменились мы, люди изменилось общество, среда, мы живем в мегаполисе и в совершенно другой информационно-коммуникативной среде и поэтому нам нужны идеи посвятления, я думаю, осталось той же самой она связана с безграничной свободой но я думаю, что нам нужны другие навигационные инструменты и поэтому не случайно, вот Кен Лилбер, последний его книжка ты знаешь будущую религию, толстущую книгу он разродился беспощадно по отношению к читателю мало кто, как говорил там, Днепра там, да, мало кто, 700 страниц осилит но вот я ее имею в электронном виде, так полистал, очень интересная и основная идея реформирования религию мне очень-очень созвучна детали, я пока не знаю, но у меня есть свои предположения на эту тему я считаю, что в наше время мы должны использовать все доступные нам знания для того, чтобы разработать современные системы навигации для эволюции одну из версий, вот системы эволюционной навигации, авторскую это предварительная, моя личная крайность я имел наглость почти построить и начинаю предлагать это своим ученикам, людям, кто этим интересуется но я убежден в том, что ты, Кен Билбер и все другие эволюционеры наверняка родили из своей жизни, впитали, вобрали и готовы представить или представлять свои версии видения эволюции, системы эволюционной навигации мне кажется, это одна из возможных главных линий серии твоих беседов в эволюции то есть подумать на тело, а какие способы ориентирования во всем этом мире законов эволюции, каковы общие принципы вот майкерский принцип я готов конспективно изложить после твоей обратной связи вот подожди, обратная связь всегда я знаю, что ты произнес это страшное слово, но мы пока извини и мне хочется по его поводу задать у меня, когда ты стал об этом говорить у меня созрел очень страшный вопрос для себя, такой разоблачительный вопрос давай чуть-чуть вот туда вот входим а потом мы вернемся в то, что ты сказал обязательно, это очень официальная ваше ну пошли в букву П тогда поглубже в эту букву заберемся, значит и однажды Игумин Евгений знает, что же такое персонаж я привозил его несколько раз в родной город Межненовго и вот мы с ним прогуливаемся по улице и видим афишу, на которой написано значит проводит некий витрит сатсанг просветленный мастер и имя там значит я говорю, смотри, к нам просветленный мастер приехал давай, я говорю, в следующий раз я афиши на футболе буду делать там тоже напишу приехал просветленные Игумины земель и он мне так плакал только попробовал и когда мы с ним стали говорить вот об этом мы с ним внезапно сошлись в очень такой точке зрения вот мне интересно, как вот прелонится она и это к вопросу о том, почему современные люди не достигают просветления, как вот ты говоришь и так далее мне кажется, они могут быть вот я сейчас крамольную, может быть, место скажу ну, тут не знаю, правда, какой линейки мерят но тем не менее современные мудрецы могут, на мой взгляд, быть существенно глубже и существенно и существенно знать дорогу и иметь способность внутренне проявлять состояние по своему разнообразию обширнее и глубже чем те учителя древности которые в этой букве разными учениками были награждены это гипотеза и мне кажется, одна из причин, почему это происходит потому что мы в силу того, что мы теперь видим в силу того, что мы дошли до постмодерна в виде культуры мы теперь видим, что карты не являются территорией совершенно очевидно что никакая модель не может быть объявлена на флаг мы никогда не придумали новых религий на мой взгляд потому что всякий раз, когда кто-то придумает новую религию из нее получится какая-то саентология прости господи, никто ничего не поменял то есть всегда получится что-то такое такое красочное бог знает какое и у этого будет очень много оправданной критики потому что мы вынесли что-то на флаг мы говорим, вот это великое я говорю, здравствуйте а вот есть еще 25 перспектив с которой это не разумеется поэтому тебе и мне не показывают коробки возможно но мне кажется и когда мы с ним потом поговорили ему не хочется так же, как и мне я когда-то просто отказался от идеи идти за этой буквой П и в тот момент, когда я отказался от этой идеи любовь нечаянно нагрянула любовь нечаянно нагрянула потому что ты знаешь я сидел медитировал и я вот этот вопрос кто я себе задал и я ответил себе всеми существительными прилагательными и этими я ответил себе ощущениями вот я это такое ощущение где-то вот здесь а потом вот тут и так далее и потом у меня получилось взорваться, потому что какая-то история во мне вдруг сказала а кто ищет, а кто спрашивает а кому это все интересно а это кто сейчас вот мне задал этот вопрос где вот этот тот кто и вдруг это как-то получилось как будто я одно зеркало поставил напротив другого и получилось и потом случилась моя сказка что мир сделал из меня я сделал из мира и мы отражаем друг другу вот так но мне ни разу не хочется называть этой буквы П ни с одной стороны потому что как только я эту букву П достал то я сразу наградил вот эту расходящуюся бесконечность каким-то же безбетонным символом а я не хочу потому что я понимаю что если я охарактеризую своего свидетеля ну то есть то что у него называют свидетелем или то что причинность то я просто это не будет просветлением потому что я это назвал просветлением всякие я могу всегда сделать шаг за это тогда просветлел в тот момент вот мне кажется если я когда-нибудь в страшном сне назовусь там или кто-то напишет про меня в афише там просветленный мастер Баляев мне захочется порвать эту афишу точно так же как Евмению захотел искать ни в жизнь никогда этого не делать потому что Анатолий Баляев при всем уважении никогда не будет просветлен и Бог с ним а просветление совершенно запросто может быть Анатолием Баляевым Владимиром Майковым каждым из нас с вами потому что для этого нет названия а как только я вот присвоил что-то вот это мне кажется самая большая рожь может быть может быть современные мастера не хотят лыгать о своем агенте просветления да? ну или как в стране называли агенты Господа Бога да? ну помнишь так на деле старый средневековый мир как чувствилище Бога и он проявляется через нас спонтанно может быть мы просто не хотим лыгать мы просто не хотим ничего окончательного потому что мы знаем что никакое просветление не сделает нас теми кто будут по жизни теперь восседать и тут значит у нас птички вокруг головы летают значит медведи ходят с нами с головой мы этого не очень хотим может быть теперь именно потому что мы стали другой цивилизацией когда-то такая была интересная фраза что в Индии все хотели попасть в мирлану ничего удивительного потому что из того ада в котором жива в древней средневековой Индии и вообще до совершенно очевидно что хотелось все это бросить и свалить мирлану так это ужасное слово на букву П которое здесь упоминалось несколько раз я думаю что вот опасность состоит в том что она может стать во-первых концепцией и самое главное флагом конечно конечные цели и здесь значит ограничивает но если сертификат но если понимают это как непрестанный процесс развития то есть как идея и вообще переживание эволюции помогает с этим иметь будет я беседовал не так давно осенью с наверное самым известным духовным мастером в Калифорнии Альмаз Алихамид Альмаз у него есть у него есть такой рановый эвейкнинг то есть непрестанное пробуждение просветление движется рановое эвейкнинг или эвейкнинг не помню рановое эвейкнинг непрестанное происходит один другой третий а там новый горизонт открывается поэтому нет смысла ограничивать себя но сама идея тем не менее высшего чего-то горизонта она тем не менее есть и я в общем-то не всегда вот так вот отбрасываю эти вещи а иногда даже задаю себе такие вот тоже простые вопросы я люблю простые детские вопросы я так иногда спрашиваю себя а почему я еще не посвятил и ты знаешь иногда приходят интересные ответы в отношении моих ситуаций конкретики жизни конкретных ограничений глупости которые я делаю там или то чего я не делаю и это бодрит ты знаешь вот поэтому с этим тоже можно жить играть и с этой удовлетворенностью это может помогать но когда я стал спрашивать себя конкретные вопросы а вот ты уже повторял кто я и что с этим делать и как мне это я развивать я нашел некоторые конкретные частности я понял что вот в персональном измерении а также во всех других измерениях человеческой ситуации а если в древности три измерения человеческой ситуации которые впервые были описаны в шаманизме это три шаманских мира по сути дела нижнюю мир кролицы мир земли мир причинности материальные грубо говоря причины следствия средний мир мир людей то есть мир смысл и верхний мир мир свободы мир духовности мир и ваше дух человек целительный вот древняя карта мира а этому соответствует человеческой ситуации тело материальный мир да внутренний мир душа и сущностное измерение духа сущность безграничность в каждом из нас повседневной человеческой ситуации внешне внутренне это сокровенное и по сути дела древние шаманские традиции и все мировые духовные карты например буддизм три тела будды брахма вишну шила брахма рама да то есть они все три ипостаси три грани реальности описывают работу вот в этих трех измерениях но этого мало для современной жизни потому что мир другой и потому что современный человек уже имеет другие якоря другие фундаментальные идентичности с миром и с ними нужно работать от их этих связей нам нужно избавляться для того чтобы стать менее ограниченными и более свободными что означает движение революционное развитие и вот я пришел к расширенной карте конечно Кен Литберг здесь вот тоже свою роль сыграла работа с ним но у Кена это несколько формально у меня более выгодная позиция потому что живя в российской культуре и по что называется вот по призванию занимаясь российской наукой версии она другая она более интегральная более целостная по своей сути и российскими эволюционными вещами то есть российским нациализмом я немного занимался философией всеединства Соловьева а также зная другие эволюционные карты я пришел к тому что вот и лично зная некоторых таких людей как Патегорский Мурдашвили общаясь с ними вот я понял что вот карта человеческой ситуации на современном языке современной культуры она имеет шесть измерений и первое измерение как объяснить это персональное измерение но то чего не хватает у Кена Вилбера и во всех современных психологических школах и теориях состоит в том что они не дают знания о том каковы основные законы эволюции эволюционной практики основные раз два три и каковы основные катализаторы то есть то что способствует развитию ключевые и как мы знаем из химии школьного курса катализаторы это то что входит в процесс многократно ускоряя но не входя не изменяется да катализаторы какие они и вот когда я стал думать то я обнаружил что для всех шести измерений человеческой ситуации включая персональное первое измерение основное существует два сквозных катализатора общих для всех шести измерений и один уникальный для каждого измерения и три главных эволюционных закон соответствующим тремя семействами бесконечных эволюционных практик три семейства но в количестве их не исчерпаем вот к чему я пришел в такой компактной графемии я бы сказал эволюционных практик есть ли вот это твое понимание где-то сформулировано конечно я готов даже показать сформулированную тема я только вот у нас сейчас мы больше часа разговариваем и у меня вот какая есть развилка и может быть это не совсем наше даже решение может быть да конечно друзья в какую сторону может быть вам было бы интересно пойти очень верное направление вот это направление то есть верной дорогой идете товарищи давай вот я знаю Володя он же кандидат философских наук и очень умно но мне кажется в силу своей моей простоты а я такой тупой психолог он как психолог и часто встречаюсь со смертью да со смертью очень все просто мне кажется единственное животное в кавычках которое знает что он смертный это человек только человек знает что он умрет животное никакого не знает который умирает ему просто больно он не знает что он смертен смерть является тем катализатором эволюции сознания вот и все и через смерть можно понять все тяга к власти быть бессмертным секс и рождение детей увековечивая детям искусство изобретений все нобелевские премии все от страха смерти страх смерти двигается в человеческой эволюции сознания самый лучший способ как бы идти по человеческой судьбе идти эволюционно через духовные практики самое самое худшее это самоубийство и то и другое это тоже страх смерти вот в Достоевской есть прекрасная вещь логический самоубийство помнишь но не как писать даже там человек убивает себя из-за того что он не хочет быть издевкой господа бога чтоб его в конце концов умереть он хочет сам взять на себя функцию своей смерти от страха от самого самой смерти так же и духовные практики это и есть тоже разобраться емае я знаю что я смерть ну что за издевка чтобы я не сделал все это похититься и останутся в пустоте что же там в этом как выйти из этого 3D в 4D что там есть ли вообще там что-то вы говорите то что в современном обществе тяжелее достичь просветления наверняка почему да потому что столько раздражителей если ты же знаешь в духовной практике заключается сначала остаться в тишине в жена а потом уже при наличии этих раздражителей остаться в состоянии это целая практика и сейчас их тяжело делать потому что телевидение алкоголь наркотики это безумие терроризм и так далее эволюцию сознания легко прибить тем же страхом страхом терроризм и так далее надеюсь что это это раздражитель тогда человек перестанет просто развиваться а страха тоже и от страха смерти в том числе но сам страх смерти и является двигателем эволюции сознания человека помнишь Мементе Мори и Костанеде знаменитые для того советчик а знаешь почему потому что вот это все связано с тем как работает персональное измерение кошмаром которого является наша привязанность ограниченность и гоем потому что только через смерть я побуждаюсь почему и потому что через смерть я вдруг понимаю что я конечен こと подожди подожди как только я понимаю что я конечен я же не могу помыслить конечности ограничивать без одновременного предполагания того что это абсолютно противополото т.е. бесконечности поэтому смерть открывает медуковность светильности да Но как только я понимаю, что есть бесконечность, а я конечен, у меня сразу зарождается жажда движения бесконечности, поиски путей. Вот завязывается вся эволюционная ситуация. Я согласен. Наверное, это самая жажда является самым ценным, что нас двигает. Разобраться в этом квантовом киселе. Но это поток. Сейчас вы очень близко к этому. Сереж, но это не катализатор ситуации. Это то, что ее создает. Это создатель ситуации человеческой, экзистенциальной. То есть это смерть, это то, что создает... Но если смерть стала вот так, она просто станет катализатором, возможно. А вот всегда так. Создает его восстановление. А под катализатором я имею в виду все-таки другие вещи. Я поясню. Что такое катализатор в измерении жизни? Первый, основной катализатор – это истина, правда. Ясность, честность. Почему? Да потому что если... Почему? Потому что, помнишь, куда направлена эволюция? Все больше и больше реальности. Это и есть реализация. Потому что, чтобы стать реальным. Если нету истины в отношении с собой... То есть я такой буратин, я все время хочу стать настоящим мальчиком. Я все время понимаю, что я не настоящий мальчик. Но если я лгу себе, если я не вижу, если я уклоняюсь, если я не в контакте с собой, то тогда нигде правду уже не найдем. Поэтому вот правда – это в основе всего. Вот это рыцарское добродетель, кодекс офицента, благородство. Это все об этом. Говорит от сердца и так далее. Быть в контакте. А второй катализатор эволюции – фундаментальный, тоже фундаментальный. Это контакт, есть контакт, обратная связь. А как иначе без этого, если у меня нету контакта с собой и обратной связи, если я не нахожусь в динамическом танце, как я? Я же нереален. Я застываю. Я обманываюсь. И в жизни как проявляется обратная связь? В каких формах? Первый фундаментальный объект обратной связи – естественно, это игра. Недаром Йозеф Хезинга, Хома Люденс, эта идея, книга «Человек-играющий», говорит, что все из игры, все обязано игрой. Мы знаем благодаря Советскому Союзу, благодаря Льву Петровичу Щедровицкому, игровые первые формы мыследеятельности, что чем больше игрового элемента во всех взрослых делах, тем оно творческие, плодотворнее, красивее и так далее. Чем меньше, тем более это формально, тем быстрее загнивает. Правильно? Конечно. Ну вот у меня тогда вопрос к находящимся здесь в аудитории девушкам. Как вы думаете, в чем сходство и различие между летучими мышами, дельфинами и женщинами? Мыши, дельфинами и женщинами. Время прошло, одна минута. Общим. И в чем различие? Верно. Общим. Что-то про эхолокацию. А? Да. Направление правильно, да, эхолокация. Работа по ушам. Как женщины, инструмент эхолокации, женщин, подобный визгу летучих мышей и ультразвуковым полям дельфинов? Сплетни. Это тоже счастье. Я вам скажу, что общего. Это тоже феномен игры и обратной связи. То есть дельфины, летучие мыши видят отраженным электрозвуком, то есть обратной связи тех сигналов, которые он посылает. Какие сигналы посылают женщины всему миру? Это называется заигрывание флирта. Наши любимые дела в Менденовском подходе. Заигрывание флирта. Женщины-мастера флирта. Они развили эту общедетскую способность к игре до невероятного образа. И поэтому они посылают волны флирта, получают отраженные волны обратной связи, и все знают о ситуации. И как снизить, как делать, и куда что нужно двигать мужчину, коллектив, проект и так далее. Поэтому флирт тоже пример обратной связи. То есть я длинулся на нее. Идлилась. Я длинулся посмотреть, не длинулась ли она, что посмотреть, не длинулся. Я точно такая вместе, постоянная обратная связь. У меня в глазах стоит первопытный мужчина, который что-то такое колотит. И женщины заигрываются. И вот такой вот шот. И в форме цинского учителя с дубилькой Гатриэля. Пробоку лучше. Да. А третий уникальный катализатор, уникальный, потому что он специфичен только для персонального измерения. И я его нашел в древнем буддизме. Правда, древние буддисты не определяют, что это в персональном измерении. Они там, все катализаторы, с которыми они работают, в одну кучу. Но я понял, что это работает в персональном измерении. Почему? Потому что самая главная проблема для каждого из нас, я говорил, это эгоизм, это ограниченность, залипание. То есть это то, что называется привязанностью. Мы все прикватизируем, все к себе, вот эта страсть у нас, и все оприходуем. И это такова наша природа. И буддисты древние выработали антидот. Они сказали, что радикальным средством для того, чтобы превратить нашу ограниченность и нашу привязанность в безграничную мудрость, причем особого рода мудрость, мудрость развлечения, является милосердие, доброта к себе. То есть нужно, оказывается, полностью принять себя, не судить себя, не ругать себя, не оценивать себя, а просто, ну, как говорят, возлюбить себя, успокоиться на свой счет, гнобить себя. Я не сравнение. Или я не сравненно. Я не сравниваю себя ни с кем. Потому что любое мое сравнение – пол для несчастья. Я всегда найду кого-то, кто красивее, моложе, богаче, здоровее, симпатичнее, еще по многим параметрам, чем я. И тогда мне будет плохо. Или я найду того, кто хуже меня, безобразнее, беднее, и тогда у меня будет повод возгордиться. И то, и другое – это повод для несчастья. Совершенно верно. Это не только любовь, но и эволюцию. Поэтому, Владимир, ты не сравниваешь. Я – можно про себя подумать? Я тоже не сравниваю. Друзья, мы не сравниваем. Мы все уникальны. И то, что мы не будем себя сравнивать – это тот же самый катализант. Вот если говорить уже об законах эволюции, и прилегающих к ним главных эволюционных практиках, три группы, то, конечно, первый закон эволюции. То есть, что на самом деле происходит, когда мы развиваемся? Вот возьмем твою сказку «Все связано». То есть, которая выражает древнее твое понимание, твое озарение на тему древней идеи вместе рожденности человека и мира. Вот все возникает. Я и мой мир возникает. И мир в какой-то степени я – мое отражение, мое целостность, то, что я вижу – это я, и так далее. Все с этим, вот, взаимосвязанность всего. Вот тогда получается, что красота же в глазах смотрящего. То есть, в мире я могу видеть только то, что есть во мне, причины того, что я вижу в других людях. Поэтому, если у меня только черное и белое во мне, или это, или то, то я вот так безоинтернативно подхожу ко всему. А если внутри меня симфония многомерная, то я эту многомерность вижу и в людях, и в ситуациях, и везде. А если, еще один шаг, если внутри меня проявилось то самое П, просветление, безграничность, то я там, где обычный нормальный Мальков или Боляев видят, ну, какие-то тоже вот схемы, условности, ограниченности, то в какой-то момент, когда кое-то пришло, то я вижу безграничность. Вообще решение проблем, безграничность, в людях вижу, божества там ничем не ограничены, и так далее. Может быть, кстати, поэтому раньше было больше людей на БУПе. Может быть. Потому что им хотелось вот это черно-белое, да, то есть вот он либо П, либо ЛП. А мы теперь видим грани, и нам уже трудно вот это вот, все это П на себя надевать, потому что... Это специальная тема, и я думаю, что нужно детально ее, чтобы не смешивать. Но вот если продолжить до конца вот эту идею, то мы можем понять, что на самом деле, когда мы занимаемся развитием, мы на самом деле вот формируем эту различающую способность. Потому что в мире я могу увидеть красота в глазах смотрящего, только то, что есть во мне. И красота это есть, функция вот этой безграничности, и вот этих шкал, которые во мне. И эти шкалы, во-первых, находятся в сфере сенсорики, то есть вот 50 оттенков там эмоций всех. Там вообще лучше миллион оттенков, да, там в зрительной сфере. Вы знаете, вот я помню, когда я впервые встретился с Грофом, и мы вместе с ним обедали в ресторане, меня неприятно поразило, как мне казалось, я даже рассуждающий говорил, его залипание на вкусных, он так делился приятными ощущениями от блюд, а я был такой йог советский там, да, аскет там. И в общем-то, внимания вкусной идеи не уделял, да, я и не знал ее особенно. И я думал, ну вот Гроф, да, великий человек, но все-таки вот что-то у него здесь не в порядке. А потом я понял. Он и в порядке. Я понял, да, что вот это вот широкое, неведомое мне вкус, культура, вкусовая кухня, восприятие мира через вкус, это характеристика его, как человек очень высокой культуры. И что то, как он делился, это была попытка бы меня тоже немножко поделиться, пригласить в этот мир. И это тоже может быть, я понял, практикой эволюционной. Я перестал снисходительно и осуждающе относиться к людям, которые являются экспертами в каких-то областях, знатоками, людям, у которых широкий диапазон восприятия. И я постепенно понял, почему эпипазон так хорошо работает для большинства людей, кто прошел 10-дневный курс, потому что действительно мы, всматриваясь в то, как мы сидим, в то, как мы ходим, в то, как мы слышим, и в то, как работает наш орган и чувств, мы приобретаем намного большую длительность, намного большую различающую способность. Я понял, почему детям, вот как только они еще не родились даже в животе, нужно уже кормить их всем искусством, любой похлебкой из мира прекрасного, потому что красота в глазах смотрящего, потому что искусство – это само по себе древнейшая эволюционная практика человечества, помогающая развлечению, многомерному развлечению, а это основа любого развития, любой эволюции. И поэтому… Внутреннее многомерство. Конечно, конечно. Многогранность опыта, через который мне удалось в жизни пройти. Причем этот опыт может быть эстетическим, он может быть чувственным, он может быть интеллектуальным, этот опыт. Вот мы с сыном занимаемся треугольником, мы доказываем геометрию, он впервые понимает, что некоторые вещи можно железобетонно доказать. И это красиво, это такой сорт радости, который точно так же может… И который я, о котором не имею представление, до сих пор пока я еще не вижу. Нет, потому что развлечения возникают, когда у нас есть целая серия разных состояний, связанных с разными аспектами жизни, реальности, переживаниями, когда возникает то, что мы делаем культуры. Эволюционеры, как родители эволюционеры, например, лучшее, что мы можем дать своим детям, это богатый спектр того, что я потом буду отражать в других людях. Вот красота в глазах смотрящего, свою внутреннюю красоту, разворачивая наиболее, самых разных измерениях, это лучшее, что мы можем своим детям дать. Есть еще более ошеломляющее выражение на этой теме – красота спасет мир. То есть он ситуацию видел даже так. Он настолько это переживал, как художник сам ярко – красота спасет мир. Вот это вот… Он самую суть эволюционной практики в внутреннем измерении, в персональном измерении вот этой фразы выразил. Но есть еще вторая практика. Вторая главная эволюционная практика – закон эволюции, он связан с… Первое – это мы различаем, а второе – мы объединяемся. Объединяемся. Само нужно дифференцировать, потом интегрировать. Да, древнейшая прототипом этой практики является, конечно же, шаманская практика. Потому что шаманы научились выходить из сограниченного восприятия, объединиться уже не только с людьми, с человеческим миром, а с миром духов, верхних и нижних. Я и ты, одной крови, ты и я, закон джунглей, да, закон родства в мире двух объединений, великое объединение, да, не великая недвойственность. И там душа с душой говорит на одном газете. В этом мире я не могу в обычном говорить с душой и дерево, а выйдя в расширенную реальность, я могу говорить, а что это означает? Я могу один, один, четыре лет. И дерево, которое жило до того, как я родился на свет, может мне рассказать такие вещи, о прошлом и будущем. И, кстати, мы реально говорили, я помню, как мы в Шварцвальде, в Германии на юге, были вместе около бунгало Мартина Хайнбера. Он там часто бывал, у него есть такая книга, в Хольцвеге пути, дровосека, написанная Шварцвальде, он ходил по тропам Ницше, по своим тропам. И он там жил и писал. И вот нам показалось, что деревья помнят и знают Хайнбера, и мы их спросили. И там были потрясающие переживания. Вот я уверен в том, что древние шаманы могли, вот душа с душой говорить со всем миром. И это древнейшая практика объединения с собою, с всеми душами, через себя, потому что через свою персональную реальность я соединен со всеми. Потому что мое тело, мое персональное измерение – это интерфейс, который связывает меня со всеми. Отсюда, кстати, следует очень важный вывод. Если люди воспринимают меня только через мой голос, через мои жесты, через мои проявления, и через мои пруды, то есть потому что, ну то, что я создаю своей жизнью, своими руками, прежде всего, да, то задача каждого человека, призвание каждого человека быть гениальным художником. Потому что только то, что я выразил, может быть воспринимано. Все. Другого выхода нету. Правда? Мы все должны быть. Проливиться через... Быть мастерами. То есть это с детства должно быть, ну я не знаю, стержень эволюционной педагогики. Это недооцениваться, это совершенно не понимается, потому что, а, художник там, это какая-то экзотика, а вот есть жизнь там, а вот есть другие направления. Нет, это призвание каждого человека. Что любопытно, эволюционная педагогика – это нечто, не заканчивающееся на 7 годах, 18 годах, эволюция же не заканчивающаяся. Это пожизненное, правда? Нам с тобой уже сколько лет? Да, вместе, если сложить там, да? За сотню, наверное, будет. Да? Мне 61, и тебе там немало. Так что... За сотню, да. И ничего еще, мы развиваемся, и какие-то дела делаем и в этом мире. А вот третья эволюционная... И, кстати, существует вот эта практика объединения, не только древние шаманские практики, которые являются основой, между прочим, и всех физических практик, и всех духовных традиций. Потому что делаем ли мы практику тантра, объединяясь с божествами, практику гуру-йоги в традиции зокчен. В основе это древняя практика объединения со своим собственным состоянием, которую делали древние шаманы. Поэтому вот существует очень глубокая сущностная непрерывность с эволюционной точки зрения. Вот в этой линии, вот в эволюционном видении человеческой культуры, и того, что самое главное в этом опыте. Ну и, конечно же, есть третья эволюционная практика, фундаментальная. Она связана с тем, что мы должны находиться в пределах любых ограничений. Любых ограничений. Это то, с чего мы начали, и этим же мы извлечем. Конечно. И, нет, первая практика была развлечения. Нет, я имею в виду, что нашу беседу. Да, конечно, конечно, за пределы любых ограничений. Что это означает? Например, если мы возьмем историю философии, то этот клич бросил Ницше. Он был, наверное, первым эволюционером современной философии. Именно поэтому любое направление современной философии, как профессиональной философии, отличаясь из-за своих слов, обязано Ницше. Связано с Ницше. Любые главные фигуры современной философии, они вот из этого истока. Я сам, как философ, стал после прочтения, и выбрал этот путь после прочтения книги Ницше, так говорилось в Заратовстве. В мире более недавнем, это, конечно, такие эволюционеры, как Ишнамути, как Шриурабин, да, безусловно, да, люди, для которых хвалюются. Как Ош Раджнеш, это эволюционер-провокатор, да, конечно, который разбивает в древесг, и те ограничения, которые есть, везде те рогматы. А в мире нашей российской культуры, это, конечно, мистер Фримм, коллективный труд, Володя, Вадика Демчога, и еще двух человек, да, такой, мордый, потому что и наши не поймут, да, приходится иногда и так, резко, жестко, но это способ. Если выбить двери плеча, способ выстроиться снова за пять. Осознанная провокация, да, то есть устранение ограничения, или вот зенская дубина твоя упомянутая. Друзья, вот мы с Владимиром уже в течение полутора часов стараемся через коммуникацию между собой, чтобы как два человека во имя эволюции, значит эволюция между нас. Мы постарались создать условия для того, чтобы это понимание, эти ощущения, эти знания, это форма, это направление мышления было актуально в вашей жизни. Я не знаю, есть ли у нас еще время, возможность что-то сказать, если вы хотите прокомментировать, задать вопрос, дополнить, потому что мы так или иначе, наверное, волевым усилием должны двигаться к завершению нашей сегодняшней встречи. Но может быть еще несколько минут, если есть что-то с вашей стороны, какая-то реакция. У тебя само собой, давай посмотрим, есть ли еще реакция. Еще есть реакция, да? Так, можно же, да? Конечно. Ну, на самом деле, то, что я услышала, это вот настолько согласуется, то, что ты говорил, Володя, с моим мироощущением сегодня, вот просто вообще, сто процентов. Он еще не на глисонер. Да, потому что мне, конечно, многое дало поездку в Перу, там для меня как раз открылись истины про честность и чистоту, просто вот сверху было давно, что называется. Вот, потом посредством каких-то своих продвижений на пути, я не знаю, как это сказать, вообще о жизненном пути, стали приходить и другие истины, о которых ты говорил. И, кстати, тут недавно пришли стихи, и две строчки такие, придется, видимо, на веру мне принять, что зыкость наша суть и наша мать. Вот, и поэтому все вопросы, кстати, которые были отнесены к смерти, кстати, вот Владимир Думчок первый человек, который мне написал пожелание, и оно состояло в одном слое, без страша. Потому что, если ты понимаешь, кто ты, тебе смерть не страшна, ты понимаешь, что это всего лишь переход. И как бы там ни сложились обстоятельства, если ты в этом убежден, то остальное тебе не просто страшно, а, наверное, больше интересно. Ну, в общем, в таком ракурсе мы живем сегодня. Спасибо. Так что мы приглашаем всех вот в это, как бы, абсолютно неформальное, свободное движение. Это не партия. Эволюционер. И, в моем понимании, эволюционер – это каждый человек, для которого эволюция является, то есть развитие, неограниченное развитие, конкретность его человеческой ситуации, постижение этого развития, является чрезвычайно важным делом в жизни. И вот то, что мне удалось понять, это то, что все, к чему мы привязаны, все, что с обычной точки зрения, житейской, выступает как наше ограничение, может быть практикой развития. Может помогать нам развиваться, помогать выстраивать различные различающие шкалы в нашем мире. То есть, оказывается, с конкретной ситуацией мы можем по-взрослому работать как эволюционер, не пытаясь ее радикально улучшить за счет перебора вариантов, поиска совершенного учителя, клевые работы. Жизнь каждого человека может быть эволюционной практикой, потому что по самой своей сути мы имеем для этого все необходимые услуги и резервы. По факту человеческого рождения. Поэтому, когда вот я это вдруг осознал, то это переполнило меня таким потрясающим оптимизмом. Мне хочется этим делиться. Спасибо, Владимир. Спасибо большое. Спасибо за тот контакт, который я на меня ощущался. Мне было приятно танцевать с тобой так, как мы хотели, мы стали танцевать. И это происходило очень интересно. Я не очень понимаю, иногда как это вообще раздождалось. Следующие темы, следующие слова. Мы переходили к интенсивному танцу, к задумчивому, к историческому, к научному, к совершенно ненаучному. Но это был танец, который мне нравился. Спасибо. Спасибо тебе. Ну, мы и планировали, ничего не планировали. Все в значительной степени было спонтанно, и по форме, и по содержанию. И если из этого получилась какая-то передача нашего жизненного опыта и нашего эволюционного, прежде всего, конечно, опыта, я не говорю понимания, потому что понимание только один из аспектов, замечательно, то берите все, что нужно, делитесь дальше, работайте, и... Вользай. Да будет с вами эволюция. И все ресурсы. Отлично. Спасибо.